Паулу Кушманцеву 91 год До этого он неоднократно просился, чтобы его отправили бить врага. Мечта сбылась в июне 44-го года под Витебском. В эти дни здесь разворачивалась знаменитая наступательная операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. И Павлу Ивановичу выпало первое боевое задание. В то время на фронте машин не было, были лошади. И вот мы, значит, там пришли, недалеко от командного пункта. Вот, и к нам вот в группе, ну, солдат я назову, подходит старший лейтенант и спрашивает, кто знаком с лошадьми? Я говорю, я знаком. Как ты? Я говорю, я коньхом был в колхозе перед уходом в армию. Вот он меня отозвал, рассказал, что надо сделать. Вот, то есть рассказал, где лошади находятся. Это в тылу, вот. И отозвал, и сразу, значит, дал команду. Бегом марш вот туда. Я бегом туда, бегом, бегом. И прибежал, нашел, конечно. Это далеко было. Иду, там лошина такая. И, значит, потом слышу шум. И пролетает мистер Шмидт над нами. Хорошо, что у него, видимо, не был этот патрон. Лошади напугались, но все-таки не сбежали. И я привел лошадей к командованию. Это была первая встреча Павла Ивановича с врагом. После нее было еще много. Немцев гнали дальше, к границам Советского Союза. В боях под Клапидой пулеметчик Кушманцев прикрывал разведчиков, ушедших за линию фронта, за языком. И вот разведчики нас разместили на нейтральной полосе, на расстоянии от немецких окоп, ну, не более 50 метров. Прямо мы слышали, как они там ругались, и были там русские власовцы вот у нас там. В общем, нас положили. Это было в ноябре 44-го года. Мы за столько, настолько кченели, лежа, без движения не шевелись. А пока розетки ходили в это время, а потом напряженно. Ну, короче говоря, наши возвращались без языка, не сумели. Нас потихоньку волоком вытащили. Вот. И стали мы учиться ходить, вот, чтобы пройти. Ну, вот, ну, пошли. Случилось, я упал. Ну, ничего, мы пришли, все нормально. За выполнение этого боевого задания Павел Кушманцев получил свою первую награду – наручные часы. А бои тем временем продолжались. В Прибалтике, где сражался ветеран, враг спротивлялся особенно ожесточенным. В случае поражения на этой земле открывался путь с севера на столицу Рейха. С первого дня, вот, на передовой, в окопах и в лесу, я 9 месяцев общей сложности был вот на фронте, вот в этой части 9 месяцев. В окопах. И ни одного дня ночи не были бы в помещении. В начале Нового, 45-го года, Павла Кушманцева перевели в артиллерию. Солдата вызвали в штаб полка для того, чтобы получить новое назначение. Там Павел Иванович встретился с сержантом Андреем Козыревым, известным среди красноармейцев гармонистом. Этот эпизод не имеет отношения к боевой биографии. Но в своей жизни Павел Иванович считает его важным. Он говорит, знаешь что, давай я тебя погадаю. Я говорю, погадай. У меня, говорит, бабушка гадала, мама гадала, я умею гадать. Он жал мои руки, что-то сразу говорит мне. Говорит, я говорю, не боишься? Я говорю, нет, не боюсь. Тебя и любят, или ранят. Предсказание сбылось. Артиллериста действительно ранило, и он был на пороге смерти. Произошло это уже в Восточной Пруссии, в боях за город Кранц. Он участвовал в тяжелых сражениях с 76-мм дивизионной пушкой ЗИС-3, считавшейся одной из лучших годов войны. Она до сих пор находится на вооружении армии. Мы ушли в укрытие, там вроде старая такая. Потом грох, и нас завалило. И камни, и булыги на нас. И меня, значит, углушило, контузило. Голову, значит, всю левую сторону ушибло. Вот. Ну, потом нас там выкопали, вытащили. И меня положили в этом же месте в сторонку. На левый бок вот так вот я лежу на правом. Вот. И спустя какое-то время, ну, я не знаю, мне какахнет сюда вот в руку. Вот. Я закричал «мама» и потерял сознание. Меня ранило вот правую руку. На этом фронтовая жизнь Павла Кушманцев закончилась. Начались скитания по санбатам и госпиталям. Это время фронтовик помнит плохо. Почти всегда находился без сознания. Все документы были потеряны во время переездов. А на ранение наложился инфаркт. Об этом свидетельствует история болезни. Окончательно пришел в себя ветеран уже в госпитале в Даугавпилсе, в Латвии. Я вот швухался немножко, пришел в себя. Я в начальной рубашке, в кольцонах, и все больше, еще нет. Ну, вот я помню. И я поднялся. И выхожу оттуда. Оказывается, я был в шмельниках уже. Иду, значит, качает меня. И выздоравливающий офицер, это точно. Мне на встречу, прям бегом бежит. Меня подхватывает к себе. На свое место сажает. Ну, давай, скажи, кто ты, как, что, чего. Я, значит, головой, эх, а у меня же нет документов, ничего, нет. Давай, знаешь, что. Ты дома знаешь, я говорю, нет. Писал, как писать, нет, все, нет. Давай. Дает листок бумажки, карандаш, пиши. Ну, как я. Давай, пиши, пиши. Я пишу, здравствуйте, я ранен, Павел. Вот это четыре слова. Из долгов пился Павла Кушманцева перевели в Рыбинск. Там уже комиссовали домой. Дали провожатую медсестру доехать до Москвы. Оттуда в Ульяновск. В ожидании поезда на Казанском вокзале Павел Иванович стал свидетелем одного знаменательного события. Забегают женщины к нам в зал ожидания на Казанском. Берут нас на руки. Там две, три женщины выносят на перрон Казанского вокзала лицом на Кремлю. Вот. Слушайте, сейчас будет салют. Взятие Берлина – это 2 мая 1945 года. И вот я, значит, в Москве 2 мая 1945 года на Казанском вокзале впервые в жизни услышал салют, увидел салют и узнал, что взяли наши войска Берлин. А в 6 утра 4 мая Павел Кушманцев был уже на родной земле. Правда, в Ульяновске он до этого не бывал. Но во время войны сюда прибрались его родители и трое братьев. Поселились в домике на улице Минаева, тогда носивший имя Максима Горького. Приходит отец, увидел меня, заплакал. Мама пришла из церкви. Ей соседка говорит, у нее ровесница, корейка она была, семья корейцев, их дети были. И вот она, тетя Тоня, корейка она маме говорит, тетя Паша, там кто-то ваш, Лиза, в общем, обнималась и все. Вот иди, я устала. Нет, 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 иди, 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 иди. И она ее, значит, как, говорит, она заходит, увидел меня, упал бомборок. О завершении войны узнали по радио. В День Победы вместе с братом Павел Кушманцев гулял по городу, делился радостью с земляками. Первым послевоенным местом работы Павла Ивановича стала сберкасса на улице Минаева. Там он встретился со своей будущей женой Ниной Ильиничной. За их долгую совместную жизнь родилось двое детей, трое внуков и трое правнуков. Но это уже совсем другая, мирная и счастливая история. Данила Ноздряков, Константин Никитин